О Великой Отечественной переломном моменте и о цене человеческих жизней. В школе номер 12 говорили о Сталинградской битве. Ребята из старших классов читали стихи, вспоминали детали операций, чтобы рассказать однокашникам и приглашенным ветеранам вооруженных сил и труда. Мы очень долго готовились, изучали материалы, посвященные этому событию. Готовили номера и музыкальные, и литературные, и даже танец есть. На таких встречах всегда ждут участников самой Сталинградской битвы. Только сегодня он всего один на весь Красногорск. И, увы, посетить это мероприятие не смог. О приказе «Ни шагу назад» в плане Барбаросса ребятам красноречиво рассказал замглавы округа. Мы не будем сейчас давать исторические с вами оценки. Правильно, неправильно был. Как бы определено направление главного удара. Мы боялись прежде всего за нашу столицу, за нашу родину, за столицу нашей родины, за Москву. Но в 40-м году немец попер на юг. Попер на наши запасы нефти, запасы хлеба. А запасы хлеба и нефти – это как раз Донские степи, Северный Кавказ, это наш Крым. И в 42-м году мы потерпели еще одно тяжелейшее поражение в Харьковской оборонительной операции. У них была задача дойти до Волги и сделать ось Волга-Архангельск. Для того, чтобы перекрыть доступ в Советский Союз через Волгу, энергоресурсов, продовольствия. Поэтому для Гитлера было это все. Ему надо было отрезать и потом задушить государство, чего не удалось под Москвой. Служил на Дальнем Востоке и за Полярным Кругом. Но сегодня Валентин Аркадьевич рассказывает о военном подвиге другого поколения – поколения солдат, отстоявших Москву. В 12-й школе в этом году коллекцию героических имен пополнил Василий Чуйков. Внук маршала передал экспонаты для патриотического воспитания школьников. Редактор субтитров А.Семкин